добрый день дорогие зрители канала садовый мир не только в томатных теплицах но в том числе и в открытом грунте у нас начинается активное созревание плодов на наших программах тестирования выращивания от различных производителей сегодня хочу с вами отправиться в путешествие по морю томатов в том числе рассказать более подробно так тихо не падайте ребята видите уже нагруженные кистями томата немножко не выдержать нужно зафиксировать немножко подвязку я хочу сегодня вас более подробно познакомить с томатами из фирменной серии компании седек шоколандия это большая группа сортов гибридов томатов которые объединены именно их свойствами полезными большим количеством в плодах ликопина антиоксидантов в том числе красящего пигмента антоциана которые и продают причудливые оттенки томатом этих вот этой большой группы они разнообразны по форме разнообразные по массе плоды для выращивания в открытом защищенном грунте но тем не менее они все бессовестно вкусные и чрезвычайно полезные содержание большое провитамина а благотворно влияет в том числе и на зрение они обладают противоопухолевым скажем так действием укрепляет иммунитет и самое главное приносит необыкновенное наслаждение при употреблении к свежем виде и отлично подходит для консервации любой томатной переработки дать начнем с открытого грунта пока ветерок нас отдувать мы спокойно своим можем посмотреть на один томат который я уже выращиваю в течение трех сезонов это томат амазонка шоколадная давайте пройдемся наглядочку и внимательно посмотрим что же он выдал в этом сезоне давайте рассмотрим мою любимицу поближе в этом из простом сезоне выдала как всегда отличный результат нижней кисточки мужа подсняли и сейчас среднем ярусе на созревают во всю плоды сорт этот среднеспелый где-то на 110 120 день начинает уже активно плодоносить и чем хорошо что в кисточке созревает сразу два-три томата действительно можно собрать на салатик с полюбившегося сорта и у него очень неплохие показатели устойчивости именно к неблагоприятным условиям в этом году нас погода конечно испытывала были у нас ярко выражены качели два-три дня жары потом сразу резкое охлаждение томат это всего не любят но амазонка стоически вытерпела как говорится все вот эти вот неприятности завязывала наливала и сейчас радует нас своим вкусом плоды плоско округлый давайте вот один плод я сейчас срываю на тарелочку мы с вами его отдельно с вами разрежем вместе с другими томатиками с фирменной серии и пика пока перейдем в тепличку мы перешли в теплицу где выращиваются остальные томаты в том числе и серии шоколандии посмотрите вот здесь у меня замечательный томат который я взяла в компанию именно к томатам из фирменной серии бегемот коричневый он тоже с отца новой окраской чрезвычайно полезной средний спелый к подношению приступает на сто пятнадцатый сто двадцатый день с момента в полных всходов посмотрите сколько плодов он завязал и плоды довольно крупненькие до 250 граммов в возревают в кисти по 4 5 штучек очень плоды интересные в технической спелости светло-зеленый с темным пятном у плодоножки а когда созревают наливаются антоциановым пигментом и окрашиваются такой зайти кричневато красный оттенок очень симпатичные плоды увесистые конечно что у них внутри мы с вами посмотрим вместе вот сейчас срезаю замечать срываю точнее замечательного такой плод мы с вами его вместе продегустируем кладу на тарелочку чем он хорош он достаточно компактный для индета до 180 сантиметров вырастает именно поэтому я его сместила на боковую стенку теплицы ближе к уголку для того чтобы без проблем проходить по проходу формировала в два ствола высаживаю уже в первой декаде мая не торопилась в этом году томаты мы с вами вместе посеяли попозже детерминанты для выращивания в теплице что я хочу сказать без проблем растет а дело только профилактические обработки фитоспорином раз в неделю как я уже всегда говорю томаты замульчированы сейчас вперед повышенной температуры поливаем в меру но обратите внимание томаты у меня без разрывов не лопаются это значит даже при частом поливе который необходим в такую жару томаты у нас будут сохранять свою свежесть сочность не будут сморщиваться они будут напитаны соком и в то же время отлично сохраняют свои транспортабельные свойства еще одна яркая звезда вот именно в представителях фирменной серии шоколандии от компании седек моей теплицы это шоколадный полосатый посмотреть какой необычный томатик формировала его в три ствола это сорт среднеспелый начинает выдавать урожай в диапазоне 110 120 дней посмотрите какие увесистые кисточки он формирует до 4 5 плодов одной кисти и очень интересные окраски плоды наливается посмотреть в технической спелости это светло-зеленый томат с темно-зелеными вот такими полосочками словно зебра вот такая зелененького цвета а по мере скажем так созревание уже биологической спелости это красно-коричневые томаты глянцевые блестящий плоскоокруглой формы вот с такими оливковыми полосками очень нарядный томат и по агротехнике скажем так он у меня вписался в стандартный план подкормок обработок выращивал я его посевом на рассаду в середине марта тоже не торопилась высаживала в конце апреля в начале мая вот на среднюю грядочку пораньше высаживала поскольку она больше прогрелась буквально на 4-5 дней а вот уже соседние которые я сегодня вам показывала томатики они у нас уже пошли в первой декаде мая потому что почву по бока в теплице хуже прогревалась теплица стоит у нас с креном как бы и поэтому получается что бочка немножко подвисает и охлаждаются больше вот такая хитрость у меня на средней грядке томатики конечно созревать быстрее потому что более ранее высадка высота куста где-то в среднем до двух метров поэтому высадил на среднюю грядку завязывал хорошо для вот таких температурных качелей которые преследовали нас весь июнь и июль когда автомата формировали действительно кисти выбрасывали но тем не менее считаю для первого раза и поскольку для меня это новинка ранее я этот сорт не выращивал из фирмы серии с компанией седек я считаю что неплохой результат на следующий сезон надеюсь что в моих руках он покажет себя гораздо лучше потому что я его видел действительно в демонстрационной теплицы компании седек это очень достойный сорт выше всех похвал урожайность беспроблемность вот его кредо для выращивания в средней полосе в том числе можно попробовать его выразить и в открытом грунте если у вас есть высокие дуги если вы будете нормировать количество кистей допустим 3-4 кисти сформировал томат вы его завершковали купировали и таким образом он у вас под пленочное укрытие в конце сезона начале уберется кстати можно нормировать и количество плодов кисти тогда вы получите очень крупные плоды до 600 граммов я ненормировала 45 меня вполне устраивает поэтому масса где-то среднем до 400 граммов вполне отличный результат для употребления свежем виде особенно в салаты давайте снимем один томатик идет нравится вот этот вот ровненький красивый не очень большой разрезать вот тарелочки будет одно удовольствие беру его к остальным и давайте выйдем на улицу и проведем как говорится дегустацию уже на свежем воздухе и так дорогие друзья давайте приступим к самому интересному разрежу наши томатики попробуем их на вкус начинаем с амазонки шоколадный который мы сняли с вами в открытом грунте разрезаем нашу красавицу посмотрите настоящая томатная мякоть без прожилок сочная с многочисленными семенными камерами но серединка посмотрите это настоящее томатное мясо довольно упругая кожица который позволяет транспортировать даже крупные плоды без повреждений ой как пахнет томатов томатов я сейчас отрезаю небольшую долечку она сахаристый словно арбуз цвет очень необычный переливается между коричневым таким и розоватым оттенком очень сладкая присутствует кислиночка и на самом деле вот выражен томатный запах вот сортовые томат они действительно поражают своей гармонии вкуса запаха цвета следующей очереди нашей дегустации этот томат давайте вместе вспоминать бегемот коричневый вот мы с вами такой округлый плод сняли посмотрите он тоже отлично режется о сколько сок из него сейчас потечет а я ей вот посмотреть какой сочный красавец с довольно прочной кожицы который не позволяет вот томату расквашиваться не на кусту не на во время транспортировки собранных контейнер допустим или в какую-то емкость поэтому вы если свой обширный томатный урожай повезете домой после выходных обязательно довезете его в целости и сохранности ярко выраженная розовая серединка семенные камеры с небольшой семечкой очень сочный ароматный сейчас попробуем на вкус продам эти томаты уже неоднократно срывали с куста и при этом мы сейчас с вами прямом эфире эфире обязательно попробуем сладчайший томат рекомендую вам для употребления именно в салатах наслаждайтесь им именно в сезон целый мир подождет пока вы наслаждаетесь томатным вкусом и на десерт вот такой коричневый полосатый томат нарядный очень посмотрите мои родные уже его дегустировали во время нашего отъезда творческую командировку а мы сейчас с вами попробуем его вместе прямом эфире о смотрите какая ярко-красная мякоть с розовым оттенком ближе к периферии семенная камера зеленой семечкой очень сочный очень томат знаете такой мясистый сахаристая мякоть давайте попробуем на вкус для меня это новинка как я уже говорю выращивая его впервые вот руки только дошли до него в этом сезоне объедение не зря его выбрала и попробую беру смело в следующий сезон на самом деле когда мы формируем программу выращивания на очередной огородный сезон очень трудно себя сдержать хочется попробовать все и сразу а тем более взять проверенные сорта и гибриды которые уже показали отличный результат в прошлых сезонах не хочется от них отказываться но как мы узнаем о новинках не новинках для от производителя а для нас садоводов огородников у которых скажем так и такие большие площади тип место в теплице ограничено поэтому хочется выбрать самых из самых самых достойных самых красивых самых вкусных самых урожайных и неприхотливых вот именно эти свойства сочетают себе томаты из фирменной серии шоколандия от компании седек мы обязательно вам ссылочку в описании к видео прикрепляем то вы можете ознакомиться со всем многообразием в этом море шоколадных антоцианов окрашенных томатов и выбрать действительно именно те или именно тот томат который вы захотите вырастить в следующем сезоне и вкусить радость этого томатного вкуса гармонию внешнего вида складиться красивыми плодами на кусту и конечно же поделиться этой радостью своими близкими друзьями и знакомыми поскольку томата урождаются в большом количестве и можно поделиться урожаем я и прощаюсь с вами надолго это не все томаты которые мы вырастили в рамках нашей ежегодной программы огородной сага седек томаты у нас с вами еще в обзорных видео будут поэтому оставайтесь с нами подписывайтесь на наш канал и ставьте пальчик вверх если информация для вас казалось полезной всего доброго до следующей томатной дегустации